ИВАЦЕВИЧЕСКИЙ РАЙОН Жемчужина Ивацевичского района – дворец Пусловских. Или, как его еще называют, Косовский замок. Находится он вблизи Косова, самого маленького города Беларуси, с населением чуть более полутора тысяч человек. Увидеть роскошную резиденцию графа Пусловского – первая причина приехать сюда. Это оригинальная кладка. Да, дело в том, что каждый кирпич привозили отдельно обернутую бумагу на стройку. В раствор добавляли кровь крупнорогатого скота и желтки для прочности, надежности и крепости. Еще задолго до строительства глава богатого рода граф Вандолин хотел видеть будущую резиденцию в стиле английской неоготики, но с элементами средневекового замка. Работы начались в 1838 году. Автором проекта выступил польский архитектор Франтишек Ящелд, а завершил начатое итальянец Владислав Маркони. Это и дорогие габеллены, и великолепные росписи, лепнина, покрытая сусальным золотом. По одной из легенд, именно в рубиновом парадном зале пол был стеклянный, и под стеклом с подсветкой плавали сотни экзотических рыбок. Граф Пусловский входил в десятку крупнейших коллекционеров Западной Европы, но при всем своем богатстве Пусловские никогда не держали сторожей. Они привезли из заморских стран льва, клетку со львом держали в террасном парке, и на ночь выпускали звери. Лев гулял не только по всей территории дворцово-паркового ансамбля, но и заходил в галереи дворца, приводя в ужас весь криминальный элемент и слуг нечистых на руку. Золотой век дворца окончился со смертью графа. Наследник, сын Леон, был карточным игроком. Из-за долгов в 1890 году дворец выставили на торги, и он начал переходить из рук в руки. Уже во время Великой Отечественной сильно пострадал от пожара. С 2008 по 2022 год дворец реставрировали, и сейчас его двери открыты для посетителей. Начинаем путешествие. Агинский канал. И надо нам переплыть вон на тот берег. Ребята. Ку-ку. Меня снимают. Практически нетронутые современным человеком места. Заросли порой непроходимые. И полное погружение в историю. Еще одна причина побывать в Ювацевичском районе – увидеть Агинский канал. Чтобы добраться до Агинского канала, необходимо преодолеть озеро. Трясет немоверно, потому что волны, потому что ветер, потому что дождь. Мы лем на моторной лодке, а берег аж бом там. Полчаса по воде, и мы на месте. В 1767 году здесь началось строительство уникального канала для перевозки грузов. Идея проектирования канала зародилась у одного очень известного человека, я считаю, в истории. Это Матей Бутримович. Он был пинский мечник, городской судья Великого княжества Литовского. И именно он первый сделал чертеж Агинского канала. На строительство канала деньги выделил Михаил Казинир-Агинский – 12 миллионов злотых. Но этого не хватило. Тогда автор проекта Матей Бутримович вложил и свои средства. Примерно столько же. Строили долго – 16 лет. Это такая водная артерия протяженностью 54 километра. Она соединяла бассейн и рек Щара и Припять. Ну и, естественно, Неман и Днепр. И, естественно, Балтийское и Черное море. Вы знаете, что поражает? Что за 200 с лишним лет коррозия окончательно не съела металлические части канала, шлюзов. Это как строили в те времена? Ну, наверное, в этом всем заслуга проектировщика. 10 шлюзов и 9 плотин. Когда-то через канал проходило много грузовых судов. В основном везли лес и песок. Мы находимся на 10-м шлюзе Агинского канала. Это из 10 шлюзов один из сохранившихся. Значимость канала, как судоходной артерии, давно утрачена. Но у объекта появилось иное назначение – туристическое. Еще одна причина приехать в Ивоцелический район – побывать в первом храме города Косово, в костеле Святой Троицы. У костела Святой Троицы два дня рождения. Впервые храм был возведен из дерева в 1626 году. Но спустя долгие годы случился страшный пожар, и святыня сгорела. Но ее восстановили из кирпича. У меня в руках ключ 19 века. Открываем храм. Стрельчатые окна с витражами, высокие своды. Главный алтарь с надписью на латыни, означающий «Молись за нас, Матерь Божья». В сердце алтаря находится старинная чудотворная икона, поражающая своим величием. Икона была подарена нашему костелу в 1626 году Львом Сапегой. Сама икона нарисована на ткани, на материале. Говорят, лик Божьей Матери Милостивой исцеляет от многих недугов. Помолиться и попросить о здоровье сюда приезжают люди разных конфессий. Первое чудо произошло еще в 17 веке, когда прежний деревянный храм был объят пожаром. Когда горел старый деревянный костел, то икона была в огне. Мы не знаем, как она не сгорела. Ее нашли после пожара в куче попела, в куче мусора. Сгорела рамка, а холст остался. В 1877 году на месте сгоревшего храма отстроили новый, кирпичный, и перенесли сюда все то, что уцелело при пожаре. Это формочка для выпечки. Для просфор, наверное. Да, делалось жидкое тесто из муки и из воды. Наливалось на одну сторону, второй стороной закрывалось и в горячую печку. Старинные лавки для удобства прихожан, механический орган и даже люстры конца 19 века. Их по-прежнему используют в храме. После восстановления костела службы в нем шли до 1968 года. Когда умер Ксенц, власти приняли решение храм закрыть. Четыре женщины заступились за этот храм. Они не отдали ключи от костела, они просили, чтобы храм не разрушали. Костел не закрыли, но проводить службы запретили, обложив храм налогом. Чтобы сохранить святыню, прихожане всем миром собирали нужные суммы. Спустя 21 год службы здесь возобновились. Сегодня костел Святой Троицы – один из старейших действующих храмов Беларуси. Заповедная территория на границе Полесья. Редкие виды растений и животных, почти все из них – краснокнижники. Еще одна причина побывать в Ивацевичском районе – прогуляться по заказнику Ваганощанской и увидеть Полесьскую осень во всех ее красках. Вот мы переступаем к границу уже заповедника, и уже здесь действует правило. Можно только наблюдать, фотографировать и восхищаться. Еще в середине 20 века эта часть Полесья стала филиалом Беловежской пущи, получила статус охраняемой природной территории и была спасена от масштабной мелиорации. Сегодня 94% земель заказника – дикая природа. Ландшафт очень разнообразный. У нас и озера, и реки, и каналы, и болоты, и любое-то, и возвышенности, и дюны, чего только нет. В Иганощанском насчитывается более 200 видов птиц. Символ заказника – бородатая неясыть. Сюда приезжают туристы со всех уголков мира, чтобы увидеть эту редчайшую и красивую птицу. – Туристы приезжают всесезонно, да? А зимой много? Или зимой все-таки заповедник закрывает двери для туристов? – Зимой мы в основном проводим экскурсии по наблюдению за животными. – О, интересно! – У нас там засидка с камином, все. Можно приехать, даже жить там, ночевать и снимать. Там прилетает много птиц, и особенно орланы белоком. – Это же большая птица, крупная. Я видела живьем как-то лошадь такая. – Друг метров на крыльях. Представляете? Самые распространенные дикие животные, обитающие здесь, это лоси, кабаны, косули, олени. – Медведи есть? – Вот есть медведи. – Есть? – Буквально в июле егер обнаружил цвет медведи. Хатки бобров раскидывали. – Ну, и вы что? – Хотели достать бобра. Ну, бобер раз, выплыл. – Ну, ясно. – А вот за медом, они любители, они у егера, пасека стояла в заказнике, пять ульев разломали, разломали, достали мед и пошли дальше. А вот дикий мед медведям добыть сложнее. Колоды для пчел, так называемые борти, сотрудники заказника устанавливают высоко на деревьях. – В порте мы делаем вот такие огромные, и получается, они делают большое гнездо, и мы где-то примерно ядро два, мы отсюда берем. Пятая причина приехать в Ивацевичский район – увидеть дугу Струэ. Именно здесь, на окраине Ивацевич, находится уникальный геодезический объект. Протяженность свыше 2800 километров – от Черного моря до Северного Ледовитого океана. Это дуга Струэ. Строительство началось в 1816 году и длилось 40 лет. Своё название дуга получила в честь известного учёного, академика, первого директора Пулковской обсерватории Фридриха Георга Вильгельма Струэ. Именно он руководил масштабными работами. Представляя собой вот щеть таких вот, скажем, пунктов тренингуляции, с помощью которых Струэ со своими помощниками пытался определить размеры Земли, уточнить её формы. И учёному это удалось. Так выяснилось, что наша планета не круглая, а имеет форму эллипсоида и сплюснута у полюсов. Это были очень точные координаты. Это надо военным, это надо для составления карт. То есть это не просто так. По последним данным, расхождение с современными съёмками в сантиметре. Дуга Струэ прошла по территории 10 государств и состоит из 265 пунктов, обозначенных специальными знаками. Они ставили все эти пункты на самых высоких точках. Вот в Ацельское время таких пунктов три. В своё время дуга Струэ стала основой для измерения Земли и точной картографии. А метод триангуляции использовали до конца 20 века, пока не появились космические спутники. Старинные дворцы и древние храмы, уникальные инженерные сооружения и памятники природы, малая родина многих талантливых и знаменитых людей – всё это Ивацевический район. И сюда однозначно стоит приехать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова